приветствую дорогие друзья с большой радостью сегодня хочу делиться тем пониманием и откровением которые господь бог дает мне пусть бог каждого благословит в его на его месте и я верю что в дни бог что-то имеет для нас прежде всего это мир и благодать в наши сердца я знаю те кто большинство сегодня меня слушают переживают тревожные тревоги переживают атаки и в молитве за вас за каждого чтобы бог сохранил чтобы бог даровал мудрость и бог даровал водительство где сегодня необходимо быть и что необходимо делать поэтому я верю что бог не будет оставлять своих детей прежде всего то что будет делать будет поддерживать там где вы сегодня находитесь поэтому верю в возможности которые бог сегодня будет даровать каждому из нас время новых возможностей я верю что дальше бог продолжает строить свою церковь и строить прежде всего свое царство потому что церковь это часть его царства и я верю что большинство планов которые сегодня есть в сердце у бога естественно то что он будет делать он будет открывать и будет давать понимание для каждого из нас поэтому верю что сегодня и благодать пророческая она могущественным образом будет действовать в жизни каждого и вот сегодня хочу обратиться к одному пророку ветхозаветному который стоял на страже в то время в израильском народе и всякий раз когда бог видел какую-то проблему которая приходила к в жизнь израильского народа бог побуждал и давал ему благодать и способность говорить в жизнь поэтому я верю что и сегодня в жизнь тех людей поэтому я верю что и сегодня у бога есть направление и руководство для божьего народа исаев вторая глава 2 стих перестаньте вы надеяться на человека который которого дыхание в ноздрях его ибо что он значит знаете звучит с вопросительным знаком что значит такой человек знаете и был и была причина этому вопросу на тот момент израиль он столкнулся с врагом который пришел для него к нему с войной и знаете мы знаем что израиль это маленькое государство в то время было мало немногочисленное был да был народ но всякий раз когда кто-то приходил в с войной они приходили как саранча они приходили могущественным в силе они приходили в могуществе они готовились к этому и они приходили и вот в этот момент у израиля появилась знаете как ложная надежда не на бога а появилась ложная надежда на египет как как они говорили что египет нам поможет потому что египет в то время было такое развитое государство, имело свою армию, имел военный потенциал. И вот Египет нам поможет. И все, кто жили в Израиле, они смотрели с надеждой на Египет, что Египет обязательно поможет нам в этой войне. И Бог поднимает Исаия и говорит, послушайте, вы, те, кто надеетесь на человека, те, кто надеетесь на человека, что, знаете, как Иеремия, по-моему, Иеремия говорил, да, Иеремия говорил, что проклят человек, который надеется на человека и плоть делает свои опоры, и которого сердце удаляется от Господа. Это Иеремия 17 глава, 5 стих. Он говорил, проклят тот человек. И вот я думаю, что и на сегодняшний момент для нас, как для верующих людей, я не говорю за неверующих людей, для верующих людей, любая ситуация, которая сегодня приходит в нашу жизнь, с которой мы сталкиваемся, не стоит надеяться на человека. Знаете, за всю свою жизнь я много видел людей, которые были верны, и в какой-то степени по-человечески ты на них надеялся, но потом ты понял, что у них глиняные ноги, и в какой-то определенный момент ноги не всегда могут двигаться в том направлении, в котором должны двигаться. Поэтому очень часто сегодня прихожу к пониманию того, что то, на кого есть необходимость возлагать свою надежду, это только на Бога. Не на оружие, не на еще что-то, не на какие-то связи, потому что приходит в то, что связи подводят, оружие не срабатывает или еще что-то. Поэтому сегодня, в это время, пусть сердце каждого, оно будет полагаться на Господа. Господа, не ищите видимую поддержку для своих глаз, не ищите, не провозглашайте сегодня надежду на что угодно, на человеческую силу, на человеческую мудрость. Для нас, как для верующих, это табу. В эту сторону не стоит смотреть. Единственное, на кого мы должны взирать, это на нашего Бога. Потому что в любой ситуации, знаете, Бог наш сердцевидец, Он видит наши сердца. И любая ситуация, она для нас, она будет выглядеть как проверка, как мы отреагируем на данную ситуацию, как мы будем реагировать на то, что происходит в нашей жизни. И я понимаю, что сегодня для нас, как для народа Божьего, прежде всего, это большая, большая, громадная проверка. Вот это испытание, это проверка для нас. Я знаю, что время тяжелое, оно подойдет к концу. Почему? Потому что Библия об этом говорит, что времена, они меняются. И я хочу сказать, тот, кто меняет эти времена, меняет Бог. Я неоднократно об этом говорил, и я буду продолжать говорить об этом. Почему? Потому что это хорошее напоминание для нас, как для народа Божьего, то, что мы должны возлагать свое упование, свою надежду на нашего Господа. И это то, что должно нас мотивировать стоять перед престолом Божьим в наших молитвах, в ходатайство за землю, за семьи, за друзей, за все то, что мы ходатайствовать, понимая то, что не в силе мы принести изменения, не в силе, не все в наших силах. Есть то, что в наших силах, но не все в наших силах. Поэтому пусть Бог каждого благословит и даст, знаете, как прежде всего это понимание, возлагать свои надежды на Бога. И то, кому сегодня мы должны воздавать славу, это только нашему Богу. Никто не может эту славу, которая принадлежит Богу, отдать. Бог ревнивый, Бог ревнивец. Мы должны помнить, мир, он живет в своем измерении. Отступники, они тоже живут в своем понимании. Но те, кто стоят перед Богом, те, кто сегодня Бога называет своим отцом, те, кто Иисуса сегодня называет Господом, они должны жить по Его слову, по Его пониманию. Поэтому пусть Бог благословит, пусть Бог укрепит, и пусть состоится все то, что Бог имеет для нас в это время. Поэтому я верю, что Слово Божие, оно имеет способность форматировать нас, оно имеет способность преображать нас. Во имя Иисуса. Аминь. Слово Божие, Слово Божие, Продолжение следует...